Уважаемые слушатели, я продолжу ту тему, которую начал в прошлый раз, и приведу второй пример поля алгебраических чисел. Значит, k у нас будет квадратичное поле. Что означает просто, что k расширение поля q в степени. В степени 2. И тогда легко видеть... Давайте я еще веду обозначение. Значит, корень из d это есть положительный корень. Уравнение t квадрат минус d равно 0. Это при d у нас будет только натуральное число. Целое число это при d натуральном. А значит, если d отрицательное, то я возьму по определению... Я зафиксирую корень из единицы и напишу, что корень из d это по определению i умножить на корень из абсолютной величины d. Ну, скажем, это я могу написать при любом d комплексом. А, нет, не могу комплексом. Я здесь написал, значит, целое. Вот, и тогда легко видеть... Значит, я напомню, было упражнение легко видеть, я напишу... Что... Если как водоотечное поле... То отсюда следует... Это эквивалентно тому, что k равно q от корня из d, что есть по определению совокупность линейных комбинаций a плюс b корень из d с рационалами a и b. А где d это свободное от квадратов число? d будет принадлежать множеству... Я обозначу его z нулевое. Это совокупность таких чисел дельта из... Который из z минус единица, для которых... Которые не делятся ни на одно простое число. Которые не делятся ни на квадрат какого-либо простого числа. Без квадратных веществ. Это я написал легко видеть. И это было одно из первых упражнений. В самом начале это было упражнение... Вот, значит, так что вот речь идет о таких полях. Ну, это... Так сказать... Ну, здесь я могу взять любой неприводимый поленон второй степени. Неприводимый над q. Вот. Но... Второй поленом... Квадратное уравнение. В общем, там нужно его решать. В качестве d можно взять дискриминант этого поленома. Но это, в общем, легко видеть. Это было упражнение 6. Ну, и вот сейчас я буду перечислять... Перечислять свойства этих квадратичных полей. Должен сказать я, что теория квадратичных полей... Это совершенно нетривиальная теория. Как, впрочем, и теория целых чисел. Есть много вопросов. И с этого, собственно говоря, и начинается математика. Теория натуральных чисел далеко не тривиальная. Есть много открытых вопросов. Ну, о распределении простых чисел и так далее. И люди сейчас, вот, когда в моде вычислительная математика, по-видимому, не всегда отдают себе отчет, что в этих трудных вопросах речь идет о бесконечном множестве натуральных чисел. И на самом деле, вот, открытые проблемы... Ну, типичный пример – это гипотеза Риммана. Это... Они... Трудны, потому что мы говорим там о числах, ну, которые нельзя записать, а о очень больших числах. И обычно гипотезы, они проверяются на компьютере для больших в человеческом смысле чисел. Но когда речь идет о неограниченном множестве, то, конечно, проверить на компьютере это невозможно. Ну, и вот возникают проблемы типа гипотезы Риммана или уже доказанной теоремы Ширма и так далее. Ну, а квадатичные поля... Ну, это простейшие поля, и там тоже много специфических вопросов. Некоторые из них я еще раз повторю. Давайте вот обозначение. Пусть... Возьмем какое-нибудь D. Бесквадратное число. И... К... Это... Корень... Это квадатичное поле, порожденное... Ку... От... Корня из D. И тогда давайте я введу такое обозначение. Я обозначу через омега от K такой элемент этого поля. Это будет просто... Это будет половина от единицы плюс корень из D. Если D сравнимо с единицей по модулю 4. А если D несравнимо с единицей, то это будет просто корень из D. Ну и, значит, теория квадатичных полей, арифметика квадатичных полей, начинается следующий... Я сформулирую следующую задачу, которая... Более-менее... Следующее упражнение, которое более-менее... Ну, в общем, это упражнение можно решить. В общем, это просто проверка на то... Все утверждения этого упражнения 85 следуют из того, что мы из общей теории полеалгебраических чисел. В общем, это не трудно. Так что это упражнение вы, конечно, можете сделать сами. Хотя это... И это, конечно, написано во всех книжках. Ну, во-первых, нужно доказать, что единица и омега К это целый базис. Целый базис поля К. Так что, то есть, значит, О от К, кольцо целых этого поля, это есть просто линейные комбинации вида А плюс В омега К с целыми рациональными А и В. Отсюда легко следует... И что дискриминант этого поля, ну, он учисляется через целый базис, и он равняется просто D при D, сравнимом с единицей по модулю 4, и он равняется 4D при D, несравнимом с единицей по модулю 4. Ну, несравнимом с единицей, это значит, что он равним D2 или 3 по модулю 4. D не может делиться на 4, потому что D — бесквадатное число. Это первое. Второе нужно... Мы доказали теорему Дерехле о единицах. И из этой теоремы следует, что... Мы можем определить группу единиц. Значит, группа единиц этого кольца, она изоморфно Z по 2Z. Ну, две единицы всегда есть, это плюс-минус один. Плюс бесконечная циклическая группа для вещественных квадатичных полей. Дальше она состоит... Она просто... Эта группа просто состоит из плюс-минус один. То есть изоморфно Z по 2Z при D меньше минус 3 и D равно минус 2. Ну, остается, значит, два отрицательных числа. Минус 1 и минус 3. Так вот, эта группа V от Q корень из минус 1. Это называется Гауссово поле. Это... Я напишу его Q от I. В этом поле 4 единицы, как вы тут увидите, так что эта группа изоморфно Z по 4Z. А вот поле Айзенштейна, Q от минус корень из 3, его группа здесь 6 единиц. Это единственные два квадатичных поля, которые в то же время являются круговыми полями. Вот. Нет, я хотел еще одну скобку написать. Вот это, так сказать, элементарное упражнение. Следующее упражнение является мини-элементарным, но результат следующего упражнения тоже является частным случаем того, что мы доказали. Хотя некоторые тут тонкости есть. Я его просто сформулирую. Особенно подробно это написано в книжке Боревича и Шафаревича, но и во многих других книжках. Квадатичные поля – это, так сказать, стандартная довольно тема. Значит, это будет упражнение 86. И это загон разложения на простые идеалы, идеалов, порожденных простыми рациональными числами. Значит, опять я возьму К квадатичное поле. Значит, К порождается корнем из Д. И нужно доказать следующее. Я сначала сформулирую эти утверждения о разложении простых идеалов, порожденных простыми рациональными числами элементарно. А потом вот выскажу эти утверждения суммирую в терминах символа Якобия в основном. Значит, доказать, что… Ну, это мы знаем, что если простое число делит дискриминант, то оно разветвляется. Ну, это я… Поскольку это степень расширения только 2, то отсюда следует, что если простое число P делит дискриминант… делит дискриминант P, то оно должно разветвляться. То тогда будет P равно P квадрат, где P – это простой идеал поля К. Это для любого простого идеала, простого числа P. Таких чисел конечное число, ну, в общем, вот это… А второе утверждение состоит в том, что если это P не делит Q, то там немножко… то там закон разложения следующий. Да, здесь я еще не написал… не написал… хотя это и очевидно, но все-таки лучше это написать. Я напишу здесь, что норма этого P должна быть равняться… норма этого идеала должна равняться просто P. это для любого простого числа P. Дальше нужно доказать… как нужно рассмотреть поведение простых чисел, не теряющих дискриминант. И здесь… мое простое число 2 ведет себя немножко по-другому… чем… чем простые нечетные числа. Значит, здесь следующее нужно доказать… что если D от K является… D от K является квадратично высчитанным… это для ничего так простых чисел… это будет в том и в только… в том дискриминант… в том и только в том случае… когда эти простые идеалы… простой идеал соответствующий распадается на два идеала… значит… неравных… друг другу на два различных идеала… ну и нормы их… равны единице… равны P… это при… P нечетном… и P не делящим дискриминантам… ну поскольку… я написал, что это эквивалентно… то следующее утверждение… ну фактически… вытекает из этого… но я на всякий случай напишу… что если… это… если… дискриминант является квадратичным невычетом… то есть… D от K по P равняется минус единице… то это эквивалентно тому… что просто… этот идеал P… он является простым идеалом… в K… здесь не нужно существование… это тоже для… нечетных… простых… чисел… не делящих… дискриминантов… это закон… разложения… простых… чисел… нечетных… а для двойки… для двойки… для двойки… это немножко… сложнее… поскольку… мы не можем написать символ Лежандра… ну… по модулю 2… все числа являются квадратичными вычетами… там только… 0 и 1… они являются квадратами… и… нужно… считать… когда вы… по модулю 2… когда вы считаете… это нужно считать всегда… по модулю 8… значит… тогда мы получим следующее… что… что… зачастую… такие… простые… числа… проявлены… простые… идеалы… приотка… для… на которых… двойка распадается… в произведении… этих… простых… идеалов… это будет в том… только в том… случае… когда… во-первых… d от k… нечетно… ну… это… что… d от k… равна ц… единице… по модулю 2… а… во-вторых… m… d от k… равняется… единице… по модулю 8… ну… в этом случае… норма p1… p2… равняется… вставлю сюда… p1… не равно… p2… и… норма… p1… p2… равняется… двум… p2… ну… а если… я напишу на всякий случай… значит… 2… является простым идеалом… поля k… 2 порождает простой идеал в поле k… тогда и только тогда… когда… d от k… сравнимо… здесь… я это… сейчас секундочку… я написал… что-то… глупое… сейчас я это перепишу… значит… норма этих идеалов… равняется… двум… и… это… эквивалентно… тому… что… d от k… равняется… единице… по модулю… 8… ну… отсюда… конечно… следует… что… d от k… нечетно… а… если… d от k… равняется… 5… по модулю… 8… то… тогда… двойка… есть… простой идеал… этого самого поля… ну… я этого не пишу… но ясно… что… норма… p… она… p квадрат… для любого… p и вообще… для любого… n… если вы возьмете… какое-то… число… какое-то число… целое число… n… то… норма… идеала… такого… n… прожденного… n… она… конечно… равняется… просто… n… квадрат… так что это… вот… так вот… это упражнение… можно переформулировать… следующим… следующим образом… я напишу иными словами… и… вот это… иными словами… это не очень просто… это… нужно воспользоваться свойствами… свойствами символа якоби… но… в… книжке Боревича и Шуфаревича… все это подобнейшим образом сделано… ну… и… вы и сами, наверное, можете сделать это… иными словами… существует… такое отображение… даже на самом деле… существует… единственное отображение… это… я обозначу… хи от К… это характер квадатичного поля К… оно отображает… в… множество из трех элементов… ноль… плюс… минус… один… под условием… сейчас… я… перечислю эти условия… эти условия… такие условия… что значит… во-первых… оно мультипликативно… то есть… оно… есть… гомоморфизм… группы… полугруппы… z… не является… группой… по умножению… конечно… но это… полугруппа… и… вот… ноль… плюс… минус… один… это тоже… полугруппа… по умножению… вот… ну… вот… и… это… гомоморфизм… то есть… для любых… a… b… z… у нас… хи… к… от… а… b… равняется… хи… к… от… от… а… умножить… на хи… к… от… b… вот… и… кроме того… это одно условие… значит… ну… мог бы здесь… конъюнкцию написать… для любого… простого… нечётного… числа… это просто символ… легендра… легендра… и… скажем… я додушу любого… i… z… … хи… к… а… а… это просто символ… легендра… а… по… а… по…п… ну… значит… если… а делится на…п… то по определению… символ… легендра… равен нулю… так вот важно… что этими двумя условиями… это… ой… ой… извините… ещё одно условие… я забыл… третье… это функция… периодическая… по модулю… по модулю… д… или по модулю… 4… д… или по модулю… д… сейчас… нет… по модулю… дискримината… это функция… периодическая… так что… мы просто берём… гомоморфизм… графизм мультипликативной группы кольца z по модулю d, d от k. Ну и продолжаем его по периодичности на z. То есть для любого a, z, h, k от a плюс, я напишу d, k, могу абсолютно уже еще, но d, k написать это одно и то же. Это периодическая функция. Вот, так вот, ну не очень удивительно, что этими условиями эта функция определяется однозначно, потому что у нас по мультипликативности, значит, мы можем распространить эту функцию на произведение любых нечетных чисел, ну и нужно только доказать, что она для двойки тоже этими условиями определяется. И эта функция, h, k от a, на самом деле это есть символ Лежандра, символ Якоби, а по декаду, я не буду об этом, вот, существует такая, такая функция, и с помощью этой функции можно закон о разложении написать, описать очень просто. Причем, значит, h, k от p равно нулю, тогда и только тогда, когда p является квадратом. какого-то идеала в поле k. И х, k от p равняется единице, тогда и только тогда, когда идеалы распадаются на два различных простых идеалах. И, наконец, h, k от p равняется минус единице. Это в том и в том случае, когда p остается простым идеалом. Это при любом п, для двойки это тоже так. Вот это закон о разложении на простые идеалы в квадатичных полях. Значит, мы с вами об этом говорили, что есть два важных инварианта. А именно группа единиц, кольца целых чисел и группа классов, идеалов. Что касается группы единиц, то вот мы ее определили просто из теоремы Дерихлия об единицах следует вот это описание. Ну, там нужно еще немножко посчитать для полей мнимых квадатичных. Что касается группы классов, идеалов полей, квадатичных полей, то это известно... Да, сначала я еще про группу единиц скажу. Тут я недавно посмотрел один обзор известного специалиста по теории чисел. И он говорит... Я сейчас скажу несколько слов о группе единиц. Значит, вот у нас будет группа единиц. Вот, пусть К мнимое квадатичное поле, вещественное квадатичное поле. К мнимое квадатичное поле, вещественное поле, вещественное поле. Иден, Д, и Д, 0, и Д больше 0. Тогда эта группа ОК со звездочкой, она порождается некой единицей. Существует Эпсилон 0 из ОК. Из ОК я напишу. Такое, что ОК со звездочкой, это, ну, это то, что я написал, я просто расписываю подобное. Это плюс-минус Эпсилон 0 в степени N, где N пробегает все целые числа. Норма, абсолютная величина нормы, это единица, она равна единице. Так вот, есть два важных вопроса, на которые нахождение этой единицы тесно связано с изложением в непрерывную дробь вот этого самого корня из D. И в терминах этой непрерывной дроби, значит, можно вычислить это Эпсилон 0. Но есть два трудных вопроса. Во-первых, существует ли единица в поле с нормой минус 1 или такой единицы не существует. Ну, вот, например, если вы возьмете поле Q от корня из 2, то там вот эту Эпсилон 0 можно взять, это будет единица плюс корень из 2, и норма Эпсилон 0 равняется минус 1. А вот если взять Q от корня из 3, если я не ошибаюсь, то там нет такой единицы с нормой минус 1. И вот вопрос, разумеется, это можно, есть таблицы, и этот вопрос по таблицам можно исследовать, но такого общего критерия, когда существует единица с отрицательной нормой, нет. Это первый вопрос. А второй вопрос, ну, вот эта единица Эпсилон 0, она какова, как растет величина Эпсилон 0? Эпсилон 0 – это А плюс Б корень из Д, где А и Б целые. и спрашивается, какова величина этой, как растет эта, это величина этой основной единицы поля с ростом корня из Д. Вот в этом обзоре, который я упомянул, говорится, что это одна из центральных проблем аналитической теории чисел. Вот, ну, этим многие занимаются. Так что уже про группу единиц далеко не все известно. С другой стороны, второй инвариант, важный инвариант, о котором мы говорили, это группа классов, группа классов идеалов. Это группа классов идеалов поля, квадатичного поля. И здесь есть очень много гипотез, здесь есть, ну, я упомянул одну центральную гипотезу, значит, это гипотеза Гаусса, ну, и поскольку ей больше двух тысяч, больше двухсот лет, и пока не видно никаких способов ее доказать, то, как вы сами понимаете, это одна из оставшихся открытых проблем в математике. А именно, гипотеза Гаусса состоит в том, что есть бесконечно много вещественных квадатичных полей с тривиальной группой классов идеалов, для которых группа классов идеалов состоит из одного элемента. Значит, есть большая статистика, и есть сейчас учебники по вычислению в полях алгебраических чисел, и эта статистика подтверждает эту гипотезу, по-моему, в общем, тут есть еще некоторые, я не хочу сейчас об этом говорить, это была тема в моем курсе по бинарным квадатичным формам, значит, одноклассные поля, в одноклассных полях дискриминант должен быть простым числом, так вот, если брать эти простые, эти одноклассные поля, то есть поля вида Q корень из P, где P простое число, то есть здесь я буду рассматривать вот такие поля, Q отклонить P, P простое число, то статистика показывает, что, по-моему, около 70% таких полей имеют тривиальную группу классов идеалов, тем не менее, в настоящее время не доказано, не только что есть бесконечно много квадатичных полей, для которых число классов равно единице, но, по-моему, еще не доказано, это я говорю, поскольку вот вторая проблема, которую я упоминаю, может быть, решена очень скоро, я могу пропустить, может быть, кто-нибудь в последние месяцы это доказал, но я этого не видел, что есть вообще не доказано, что есть бесконечно много полей алгебраистских чисел, для которых число классов идеалов равно единице. Это одна из центральных проблем, ну, по-видимому, чистой математики, это гипотеза Гаусса. Это, что касается полей, полей вещественных квадатичных, что касается мнимых квадатичных полей, я не помню, по-моему, в этом спецкурсе я не упоминал, то имеется теорема Хегнера, это где-то в середине 50-х годов, о том имеется прошлого века, 50-х годов, 20-го века, имеется ровно 9 мнимых квадатичных мнимых квадатичных одноклассных полей. Эта гипотеза, восходящая тоже к Гауссу, а может быть и раньше, была сформулирована в терминах бинарных квадатичных форм, и, ну, Гаусс наверняка, может быть, и его предшественники описали эти 9 одноклассных полей, и не могли найти никаких других. Потом, в 30-е годы 20-го века было доказано, что есть не более одного, что есть не больше 10 квадатичных одноклассных полей, мнимых квадатичных одноклассных полей. и это была еще в 60-е годы знаменитая прошлого века, знаменитая проблема 10-го дискриминанта. Дело в том, что профессор Хегнер, Курт Хегнер, он в послевоенные годы, в годы после Второй мировой войны, он не мог найти работу в Германии, но, знаете, в Германии после Второй мировой войны тоже было не очень, мягко говоря, не очень хорошо, как и во всем мире, в общем-то. Ну, что об этом говорить, так сказать, бандиты. Ну, в общем, об этом это к математике не имеет отношения. Но, во всяком случае, Хегнер был школьным учителем. Он, что в Германии, в общем, довольно почетная работа, школьный учитель, он, так сказать, во всяком случае, в последние десятилетия, одна, в 21 веке и в конце 20 века, школьный учитель, это, по своему положению, он является государственным лучшим на уровне доцента университета, так что он, конечно, был обеспеченным человеком, но он не был профессором университета. Кстати, сказать, Карл Верштрасс, если вспоминать историю, тоже был школьным учителем, но когда он доказал одну из своих замечательных теорем, то люди из главных университетов, я не знаю, не помню, откуда тогда немецких, приехали в его город и пригласили его принять профессуру в одном из университетов. Вот, с Хельднером это не произошло. Он доказал эту теорему, но его доказательства не было понято математической общественностью, и поскольку он не занимал авторитетного положения, особенно тогда, как-то он остался в Германии, в общем, то его доказательства как-то было игнорировано. и в 60-е годы известный английский математик Аллан Бекер и, кажется, независимо американский математик Старк нашли доказательства, другое доказательство этой теоремы Хельднера. Причем Старк, насколько я понимаю, его доказательство было не очень идейно близко к доказательству Хельднера. Аллан Бекер получил за эту работу филдовскую медаль. Ну и когда они это доказали, то несколько математиков одновременно восстановили все детали доказательства Хельднера. Так что это такая довольно сложная история. Я ее вспоминаю в основном, чтобы подчеркнуть важность этой проблемы. Наконец, последнее замечание, которое мне хотелось бы сделать, я его сформулирую тоже в качестве задачи, но эта задача более трудная. Дело в том, что мы сформулировали теорему Хронекера и Вебера, согласно которой всякое абелево расширение является подполем кругового поля. Ну, в частности, это должно быть верно и для квадатичных полей. Квадатичное поле это расширение Глуа с группой Глуа второго порядка, то есть это абелево расширение, и, значит, мы должны доказать, что любое квадатичное поле является подполем поле кругового поля. Но это не очень сложно, и вы можете это сделать сами. Значит, я прежде всего веду обозначение значит, вот такая сумма Гетен значит, рассмотрим такую сумму. Е в степени 2 Ки Н квадрат делить на Н где Н мало пробегает систему вычетов по модулю Н большое. это обозначение Н большое это натуральное число. А определение состоит в том, что это есть сумма Гаусса. И последнее упражнение в этом спецкурсе упражнение 87 это трудное упражнение. Достаточно сказать, что это была результат этого упражнения это одна из любимых теорем Гаусса и он потратил 12 лет на то, чтобы его доказать. так что это непросто. Вот. И был очень горд с тем, что ему это удалось. Правда, для Н простого числа, но это не важно. Так вот, доказать, что Ге от Н равно нулю это если Н равно двум по модулю 4 Ге от Н равно корню из Н это при Н равном единице по модулю 4 Н Ге от Н равно И на корень из Н это при Н равном 3 по модулю 4 и наконец Ге от Н равняется единице плюс И помножить на корень из Н но это значит при Н делящемся на 4 вот и из этого вычисления следует следует что 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 q от корней из Н ну принадлежит круговому полю q от q вот то что я называл зета от зета n от z n большой на самом деле для решения этого последнего упражнения вам достаточно вычислить вычислить квадрат вычислить квадрат g от Н в квадрате ну доказать что g от Н в квадрате равняется нулю при Н 2 по модулю 4 равняется минус Н при Н 1 по модулю 4 равняется просто Н при Н 3 по модулю 4 ну и здесь единица плюс и в квадрате это 2 и равняется 2 и N при Н сравним с нулем по модулю 4 это нетрудно но все-таки это тоже не совсем тевиальное упражнение легко вычислить вот квадрат модуля этой суммы но этого вам недостаточно потому что вам нужно будет тогда эту сумму вы будете знать с точностью до множителя по абсолютной величине равному единице ну а есть алгебраические числа абсолютная величина которых равна единице а сами они не являются корнем из единицы просто возьмите любое алгебраическое число и поделите его абсолютно величиной так значит на этом заканчивается этот курс мне остается сказать вам что разумеется это только введение в теорию алгебраических чисел в настоящее время теория алгебраических чисел это довольно развитая дисциплина и имеется очень много книг на эту тему и многие специалисты математики занимаются алгебраической теорией чисел как у нас в России так и в других странах ну это так сказать весьма почетная деятельность поскольку я здесь на шестихе говорю об этом я должен сказать правда я в последнее время с этими людьми как-то не виделся но есть группа математиков или была в Москве которые занимались вопросами приложения теории чисел к математической физике ну во-первых есть просто журнал теории чисел и физика или что-то в этом духе вот а во-вторых они тогда я как-то к этому с юмором относился а сейчас я понимаю что это серьезно они пытались выяснять дело в том что в современной теоретической физике там ну есть открытые проблемы вы знаете вот в общей теории квантовой теории поля ну и непонятно как их решать и группа математиков московских как-то занималась приложениями теории полей классов к этой самой теории струн вот деталей я не знаю я надеюсь что в следующем году учебном я постараюсь как я уже говорил почитать лекции по теории полей классов но не знаю в какой форме это сделать значит наиболее удачным одним из наиболее удачных подходов является неформальный подход вот в книжке Кокса Праймс Простые числа вида х квадрат плюс н квадрат у квадрат вот оказывается перечисление перечисление простых чисел такого вида но начинается все конечно с простых чисел вида х квадрат плюс у квадрат это так сказать в наше время школьная задача я имею ввиду задачи для математических школ но дальше развивается он приходит к теории поликлассов и к современным аспектам этой теории вот можно следовать например его изложению есть конечно и другие и другие пути вот но на этом я сегодня заканчиваю скажу вам что если кто-то хочет сдавать мне экзамен на эту тему то в общем пожалуйста я не строй экзаменатор нужно мне написать и мы сможем встретиться я только должен заметить что в следующий понедельник и вторник я буду занят вот так что это и вероятно не смогу отвечать на электронную почту так что можно мне написать до этого значит а если кто-то мне напишет в понедельник или во вторник то я с большой вероятностью во вторник поздно вечером или в среду отвечу на эту электронную почту мы можем встретиться и я с удовольствием побеседую с вами об алгебраитской теории чисел и я так сказать абсолютно уверен что если кто-то придет со мной беседовать на эту тему то его знания будут достаточны для того чтобы получить хорошую оценку всего вам доброго до свидания до свидания